Давай сыграем в игру. Напиши в комментариях, например, я думаю, что биткоин будет стоить 58 тысяч долларов через 11 дней. Посмотрим, кто из нас окажется ближе к реальности. Знаешь, я уже не уверен, что рынок способен возбудить меня еще сильнее. Почему? Потому что мы пережили криптозиму. И сегодня мы видим, как биткоин достигает цены, которой мы не видели более двух лет. Сейчас мы получаем то, к чему готовились весь этот медвежий рынок. Как может какой-то парень в интернете предсказать цену биткоина через 11 дней от сегодня? Да никак. Шучу, конечно. Это звучит безумно, но я же крипто сумасшедший. Поэтому я собираюсь показать тебе много классной информации, которая взорвет твой мозг. Постарайся не забыть поставить лайк. Это очень нужно каналу для того, чтобы YouTube его замечал и рекомендовал другим пользователям. Уже через неделю каналу исполнится 6 лет, а старым каналам очень тяжело оставаться на плаву. Я не знаю, как я до сих пор это делаю. Итак, во-первых, биткоин достиг рыночной капитализации почти в 1 триллион долларов. А это значит, что он вернулся в топ-10 крупнейших активов на планете. Если бы биткоин был компанией, то он занимал бы 8 место, обогнав Теслу Илона Маска и Бергшайр Хэтэвэй от Уоррена Баффета. Арк Инвест также производит некоторые сумасшедшие изменения в своей политике. Теперь этот фонд разместил 7,39% в биткоине. Многие другие фонды рассматривают эту цифру как оптимальное распределение портфеля. 5-7% в биткоине. Теперь фонд Кэти Вуд хранит 7% своего капитала в главной криптовалюте. Это просто невероятно. А это достаточно спорная новость, но тем не менее в Аргентине биткоин достиг исторического пика. Это буквально вертикальный рост. Биткоин продолжает обновлять пики по отношению к аргентинскому песо. За последние 5 лет он вырос на 25 690% против этой валюты. Все еще хочешь держать фиат? Запомни, мы не покупаем крипту, мы продаем фиат. Кстати, в Аргентине подпольные криптобиржи носят название криптопещеры. Ввиду того, что инфляция бьет рекорды, а национальная валюта страны валится на глазах, аргентинцы используют криптопещеры для того, чтобы переводить свои аргентинские песо в долларовые стейблкоины. Очень странный выбор, кстати, почему не в биткоин или в другую крипту, почему именно в стейблкоин. Прошедшая неделя стала еще одним монстром в этом году, и она привлекла 1,1 миллиарда долларов в цифровые активы. И это вторая по величине неделя за всю историю. Ну или за очень долгое время. Но что интересно, мы видим, оттоки из грейскейла просто поражают. Но вот что самое главное. Больше всего притока капитала увидел биткоин и эфириум. И впервые я вижу, чтобы в Солану шло так мало денег. Но зато посмотри, сколько привлекает кардана. После эфириума это второй альткоин, привлекающий такое количество капитала за последнюю неделю. Имей это в виду. А сейчас будет немножко сложнее. Поэтому я потрачу на объяснение немного больше времени, чем обычно. Потому что хочу убедиться, что ты это поймешь. Это информация того самого плана B, который придумал Stock-to-Flow Ratio для биткоина. Несколько часов назад он составил эту классную таблицу, которая и привлекла мое внимание. Она отлично описывает то, что я хочу донести в графическом виде. Прежде всего у нас есть вертикальная ось Y, которая обозначает цену биткоина. Но заметь, что это логарифмическая ось. А это означает, что каждый шаг вверх по оси представляет собой увеличение на порядок. То есть от 1 до 10 долларов, от 10 до 100 долларов. Так что на графике все может выглядеть не так масштабно, как на самом деле. Горизонтальная ось X обозначает количество блоков, добываемых в блокчейне биткоина. Блоки генерируются каждые 10 минут. Итак, синяя линия. Это самая обычная цена биткоина, которая растет или падает по мере добычи блоков. Зеленая линия, которая состоит из зеленых треугольников, отображает цену биткоина около халвинга. В период за 6 месяцев до халвинга и 18 месяцев после него. То есть этот зеленый график охватывает двухлетний период около халвинга. Обрати внимание, что в этот период цена растет. Растет здесь, растет здесь и растет здесь. В периоде около двух лет возле халвингов цена биткоина растет. Далее красная пунктирная линия, которая также наполнена красными треугольниками, отображает поведение цены в период с 18 месяцев после халвинга и до полугода до следующего халвинга. Надеюсь, ты понял. И ты видишь, что для цены биткоина это время не веселое. И сопровождается каким-то кровавым падением здесь, здесь и здесь. Этого периода не стоит пугаться. Наоборот, он идеально подходит для того, чтобы покупать и накапливать биткоин. Но вот зеленый период подходит для того, чтобы биткоин продавать и фиксировать прибыли. Но на этом графике самое главное сейчас это зеленый график. Потому что мы находимся прямо в нем сейчас. Мы в этом окне. Посмотри, вот оно только начинает расти. И мы сейчас находимся в этом моменте. За час до конца торгов в биткоин ETF я увидел, что спотовый биткоин ETF от BlackRock достиг отметки в 28 миллионов долларов объема. Но на закрытие торгов этот объем достиг 35 миллионов долларов. Это очень-очень много. И я могу поспорить на все что угодно, что сегодня этот фонд купил очень много биткоинов. Спотовые биткоины ETF, как и в прошлую пятницу, выкупили в 14 раз больше биткоинов сегодня, чем их добывают в день. Майкл Сейлор также говорил об этом. Спотовые биткоины ETF в среднем выкупают в 15 раз больше предложения биткоинов, чем добывают майнеры в день. Это колоссально. А теперь вернемся к истории. Как сумасшедший парень в интернете может предсказать цену биткоина спустя 11 дней? Что ж, давай посмотрим на цифры. Итак, я открыл график биткоина и нарисовал эту белую линию. Это линия в 50 тысяч долларов. Теперь, что интересно, ты можешь четко увидеть, что 50 тысяч долларов это уровень как поддержки, так и сопротивления. Ты видишь это прямо на своем экране и прямо сейчас. Затем мне стало интересно, а что же происходило после того, как биткоин пересекал этот уровень? Я отметил все моменты, когда он пересекал эту отметку. Это менее 10 отметок за всю его историю. И последнее из них случилось как раз таки вчера. Из них только 4 имеют особо важное значение для нас. Дважды этот уровень выступил в качестве сопротивления, когда цена подходила к нему и сразу же откатывалась вниз. И здесь мы видели то же самое. Как раз таки из-за того, что этот уровень остался сопротивлением здесь, мы перешли в медвежий рынок. В остальных случаях, 4 случая, этот уровень выступал технической поддержкой. Смотри, мы преодолели его, вернулись к нему, обосновались на нем как на поддержке и пошли в рост. То же самое было здесь и здесь. И я буду рассматривать только эти 4 случая, потому что именно в них биткоин пересекает отметку в 50 тысяч долларов. И это пересечение подтвержденное. Теперь моя задача рассказать тебе, что произойдет после этого, основываясь на истории. И это очень интересно. Люди, которые не успели накопить биткоин на медвежке, очевидно, ненавидят эти видео сегодня. Потому что считают, что я вызываю синдром упущенной выгоды, известный как ФОМА. Что ж, не буду спорить. Глядя на движение цены биткоина с 16 тысяч долларов до 50 тысяч долларов, сложно не испытать ФОМА, если ты тогда побоялся покупать. Но тем не менее, давай посмотрим на это. Это поведение цены биткоина каждый раз, когда он касался уровня 50 тысяч долларов. И все это происходило только лишь в 2021 году. 16 февраля, 21 февраля, 7 марта, 25 апреля, 4 сентября и 5 октября. И все это только в 21. То есть достижение биткоином 50 тысяч долларов сегодня означает, что мы находимся на уровнях, которых мы не видели с октября 2021. Это просто безумие. На самом деле, задумайся над тем, что вчера произошло. Меня интересовало, что именно происходило после того, как биткоин преодолевал этот уровень раньше. Итак, я обозначил все эти даты на графике цены биткоина и подписал их цифрами 1, 2, 3, 4. Далее меня заинтересовало, на сколько процентов биткоин рос после этих пересечений. Если ты посмотришь на график, то заметишь, что каждый раз, когда этот уровень пересекался, цена шла вверх. Первое пересечение мы пошли вверх, второе пересечение мы пошли вверх, третье пересечение мы пошли вверх и четвертое пересечение мы очень пошли вверх. Давай разберемся, что тогда происходило. Это просто сносит мозг. Итак, когда мы впервые преодолели отметку в 50 тысяч долларов 16 февраля 2021, цена биткоина тогда выросла на 18,64% за 6 дней. То есть мы выросли от 50 тысяч до 58 тысяч долларов. Во второй раз доходность составила 26,37% за 6 дней. Опять за 6 дней. Оба раза одно и то же количество дней. В третий раз после вот этого пересечения мы увидели рост биткоина на 21,5% прибыли, но это заняло 15 дней. Не так захватывающее, как 6, но все-таки тоже очень быстро. И, наконец, в четвертый раз цена биткоина после этого пересечения выросла на 36% за 16 дней. Итак, 6 дней, 6 дней, 15 дней, 16 дней и доходности 18,6%, 26,4%, 21,5% и 36%. Если мы возьмем среднюю доходность всех этих четырех раз, то доходность составит около 25,6%, а средняя продолжительность 10,8 дня, то есть 11 дней. Вот почему я написал видео, что знаю, что случится с биткоином спустя 11 дней. И если история повторится, то вот что случится с ценой биткоина уже на протяжении 6-15 дней. Ты уже написал свой прогноз в комментариях, как я просил тебя в начале видео? Давай сверимся. Момент истины. Ладно, я покажу тебе. Вот. Если история повторится, биткоин достигнет 62 тысяч и около 200 долларов в ближайшие 11 дней. Люди скажут сейчас, о нет, это безумие, это невозможно. Но именно это уже случалось раньше. И я думаю, в комментариях написали что-то вроде 35 тысяч долларов, 52 тысяч долларов, 65 тысяч долларов. Друзья, вы просто великолепны, и вы гораздо-гораздо умнее меня. И это классно. Я люблю общаться с умными людьми. В любом случае, таков прогноз, основываясь на исторических данных. 62 тысячи долларов спустя 11 дней после пересечения 50 тысяч. Но что еще происходит? Очень интересно. Держу пари, ты этого не слышал вообще нигде. Примерно спустя 65 дней произойдет халвинг, когда награда за блок, добытый в сети биткоина, сократится вдвое. Сейчас она составляет 6,25 биткоина за блок, а после халвинга составит 3,125 биткоина за блок. Почему это важно? Потому что сейчас чистым покупателям нужно покупать биткоинов на 14 миллиардов долларов в год при цене биткоина в 43 тысячи долларов за монету. Именно столько нужно для того, чтобы удерживать цену стабильной на уровне 43 тысяч долларов. Но после халвинга биткоин-майнеры будут зарабатывать только 3,125 биткоина за блок. И в чем заключается волшебство? Оно заключается в том, что после этого нам понадобится всего лишь 7 миллиардов долларов в год для того, чтобы поддерживать цену стабильной. Не 14 миллиардов, а 7. Знаешь ли ты, сколько сейчас льется денег в биткоин? Около 2 миллиардов долларов в неделю. Это явно не 7 миллиардов долларов в год, это больше. И ничего подобного мы, вероятно, никогда раньше не видели. Это сводит меня с ума, но это просто математика и цифры, с которыми никак не поспоришь. Однако, с другой стороны, халвинг сократит доходы майнеров на 50%, но затраты при этом у них останутся прежними. Так что этот опор о двух лезвиях. Но если цена биткоина вырастет вдвое, майнеры не почувствуют изменений. Но для этого биткоину придется стоить около 90-100 тысяч долларов. Что ж, сейчас биткоин стоит около 50 тысяч долларов. Сможет ли он вырасти до 62 тысяч долларов уже через 11 дней? Напиши в комментариях свое мнение. Основываясь на исторических данных, да, вполне возможно. Посмотрим, как оно будет в реальной жизни. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok